Лебединая история История началась в эти выходные, когда активисты из Челнов, узнав о замерзающих на озере Автограда Лебедях, решили привезти их в Казань. Ребята позвонили мне, предложили поехать. Я согласился, приехали, начали искать. И решили его сразу увезти к озеру Кабан. Так на Кабане оказались два лебедя-новичка, но на Казанском озере круглогодично живет семья шипунов, мама, папа и четыре птенца. И чужаков птицы-старожилы приняли, что называется, в штыки, а точнее разодравшись в пух и перья. Если птица, которая уже живет на каком-то водоеме, к нему подплывают новые птицы, естественно, птица проявляет агрессию. А птица как бы защищает свою территорию. Именно поэтому, чтобы защитить гостей из Челнов, сотрудники дирекции парков и сквера в Казани, спасатели МЧС и представители зооботсада провели целую спасательную операцию и отвезли пернатых на передержку в казанский зоопарк. Они в нормальном состоянии. Сейчас мы проводим исследования ветеринарные, посмотрим, чтобы не больные они были. Они пройдут карантин около 30 дней. Ну посмотрим, если они все нормально, живы и здоровы, что же на водоеме, им тут комфортнее будет. По окончанию карантина лебеди отправят вот на этот водоем при казанском зоопарке. Он не замерзает всю зиму, поэтому птицы спокойно проведут здесь время до весны, а дальше уже отправятся на озеро Кабан. Ленар Геннатолин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.